Android Insider, мы с вами уже посмотрели на 9 причин в пользу HTC One. Теперь давайте смотреть на его главного конкурента, Samsung Galaxy S4. Поехали! Первая мощная начинка. Четвертая галактика сегодня по тестам рвет подавляющее большинство девайсов, в их числе же и HTC One. Вы можете выбрать себе версию либо с 8 ядрами, либо с 4 и LTE. Все зависит от ваших потребностей. В любом случае, вы получите самый мощный смартфон на рынке на сегодня. Вторая, большой дисплей. Несмотря на минимальную разницу в габаритах с HTC One, Galaxy S4 предлагает дисплей большего размера, нежели чем One. И это здорово! Больше контента, больше видео, больше всего. Третья, кнопка блокировки сбоку. Кому-то этот плюс покажется притянутым за уши, но на деле кнопка блокировки и разблокировки на правом торце намного удобнее, чем сверху. Не приходится тянуться пальцем, чтобы разблокировать или наоборот заблокировать телефон. Да и к тому же TouchWiz позволяет назначить на неё функцию завершения звонка. А это не просто удобно, это гениально! И продолжая развивать тему кнопок, нельзя не отметить наличие трёх хардверных кнопок под экраном, одна из которых механическая. Последнее время вендоры избавляются от них в пользу наэкранных кнопок, которые отъедают полезную площадь экрана. А вот на хардверную кнопку можно назначить, например, приём звонка, что тоже очень удобно. Четвёртая карты памяти. Тут всё просто. Покупаем аппарат на 16 гигов, докупаем за недорого карточку на 64 гига и получаем огромное количество памяти для хранения музыки, фотографий, фильмов и всякого другого контента. Причина номер пять. Огромное количество фирменных аксессуаров. И это не только банальные чехольчики и наушники, хотя их тоже навалом, но и более интересные аксессуары, такие как, например, беспроводная зарядка, смарт-браслет S-Band или ремень для бега HRM. Да что там ремень? Для S4 есть даже напольные весы. Такое обилие аксессуаров может предложить разве что iPhone, и то это обилие создано силами сторонних производителей. А вот у Samsung всё своё. Родное. Шестая. Оболочка Samsung TouchWiz просто кишит различными софтверными фишками, и от их обилия просто-таки кружится голова. Например, смартфон может следить за вашим взглядом, когда вы читаете, и проматывать текст, когда вы подошли к концу страницы. Или же, если вы во время просмотра вдруг отвели взгляд, то смартфон заботливо поставит видео на паузу. Кроме этого, экран смартфона позволяет взаимодействовать пользователю со смартфоном без прикосновений к экрану, просто поднося палец к его поверхности. Следующая фича позволяет жестами перелистывать фотографии. Достаточно взмахнуть рукой в ту или иную сторону, и галактика покорно перейдёт к следующей фотокарточке. Кроме этого, вы можете одним взмахом руки принять или отклонить вызов. Седьмая причина. Камера. Она имеет 13-мегапиксельную матрицу, следовательно, выдаёт более детализированную картинку, нежели чем HTC One. Плюс ко всему, камера Samsung Galaxy S4 очень плотно обвешана софтверными фишками, такими как съёмка с помощью голосовых команд и огромного количества режимов на все случаи жизни. Восьмая. Батарея у Samsung Galaxy S4 имеет беспрецедентную ёмкость 2600 мАч, которая позволяет галактике работать весь день на всю катушку и при этом питать огромный 5-дюймовый дисплей и такое огромное количество технологий, встроенных в смартфон. Девятое. Как бы странно это ни звучало, но пластиковый корпус галактики это скорее преимущество, нежели чем недостаток. И сейчас объясню почему. Во-первых, пластиковый корпус разборный и вы с лёгкостью сможете заменить батарейку, например, на более ёмкую или сменить повреждённую заднюю крышку телефона. Во-вторых, пластик великолепно держит удар и при этом не деформируется как алюминий и не разлетается на маленькие кусочки как стекло. В-третьих, пластик не очень хорошо проводит тепло и когда смартфон нагревается, его корпус не обжигает вам руку. А если брать во внимание ещё и условия окружающей среды, то пластик получает ещё одно преимущество. Так, например, от контраста температур стекло может трескаться. Всем известен печальный пример, когда разогретый игрой Nexus 4 вынесли на мороз и его заднее стекло просто-напросто треснуло. Если говорить об алюминии, то его хорошая теплопроводимость в холодном климате идёт на пользу, и алюминиевый корпус будет прекрасно отводить тепло. Однако, если пользоваться смартфоном при высоких температурах, то алюминий будет забирать избыток тепла из воздуха и греть начинку. Физику никто не отменял. Что касается пластика, то это, на мой взгляд, наиболее оптимальный вариант для смартфона, как ни крути. А на этом всё, дорогие друзья, 9 причин в пользу Samsung Galaxy S4 у нас подошли к концу. Обязательно оставьте своё мнение в комментариях, поставьте большой палец вверх и, конечно же, подписывайтесь на новые видео. Пока-пока!